И уж, ребятки, с вами Лекс, и сегодня мы с вами поговорим о Hello Neighbor 2, то, что вы, в принципе, все, наверное, наверняка, да, ждёте. Ну, много людей, кстати, отписало от канала, потому что я не выпускаю видео по Hello Neighbor именно. Но, ребята, давайте будем честны, давайте сразу проясним ситуацию. Я просто снимаю сейчас то, что я захочу. То есть, я захотел снять одно, снял. Захотел снять другое, снял. Почему по соседу нет видео? Потому что нечего выпускать, ребят. Потому что абсолютно нечего выпускать. Но давайте сейчас соберём всю информацию, которая у нас есть. По Hello Neighbor 2. И, разумеется, я сейчас всё это вам обозрею. И расскажу, что новенького появилось. В общем, вот это просто скриншот. Не думайте, что это из игры откуда-то. Но много сейчас людей начали делать, мододелов, карты по Hello Neighbor 2. На движке старого Hello Neighbor. Используя модели из нового. Или, возможно, даже они сделают на новом движке. Понятия не имею. В любом случае, выглядят эти моды очень круто. И, возможно, мы с вами рано или поздно в них поиграем. Разумеется, вот, вот, вот это всё. Это, скорее всего, либо из модов, либо из сливов каких-то. Которых я, разумеется, не видел. Но выглядит сосед очень круто. Графика реально на высшем уровне. Но это не главная новость за сегодня. Потому что недавно в Девлоге показали нового персонажа, которого до сих пор никто не открыл, до сих пор никто не видел. Но мы сегодня с вами посмотрим Девлог, посмотрим его тизер и всё остальное. Вот такой вот персонаж был там показан. И многие люди, сообщество соседа, начали думать. А как же выглядит этот персонаж? И, разумеется, стали зарисовывать его. Посмотрите, такого вот старичка нарисовали. Получился такой вот мужичок. Кто-то нарисовал таким. Тоже видел в какой-то степени странного такого дедушку с уткой в руках. Может быть там будет утка, может быть ещё какой-то предмет. Пока что ничего не понятно. Может быть это чайник вообще обычный, либо фонарик. Кто поймёт? Никто не поймёт, пока мы не увидим игру. В общем, вот так выглядит моделька. Тоже таких же энтузиастов, которые решили предположить, как же будет выглядеть тот самый новый персонаж. И кто он вообще такой? Кем он является? Я лично пока что не понимаю, но нового персонажа анонсировали уже официально. Пока что непонятно, кто такой. Вот такой вот соседушка ещё. Это всё, ребят, конечно, интересно. Но самое интересное будет впереди. Почему? Потому что сюда дальше мы смотрим с вами тот самый девлог. Здесь, разумеется, вот, кстати, можем увидеть. Люди представляют, как выглядит Аарон в костюме Ворона, разумеется. Как его голова там вмещается и каким образом он вообще ходит в таком вот костюме. Вот так вот это может выглядеть. Но по факту ещё ничего неизвестно, ребят. Аарон там или кто-то другой. Мы ещё не знаем. Узнаем в ближайшее время. Также недавно выпустили вот такую вот картиночку прикольную. Опять-таки с мемом про этого Торетто. Того самого, который всё сделает ради семьи. Вы только что сказали семья? Дом Торетто? В общем, да, вот такая вот фигня. Это всё весело и круто. Но давайте посмотрим, что выпустили недавно разработчики. Новый персонаж. Открытый мир. История... Детальная история мира. И разумеется, всё. На этом закончился тизер. И знаете, что выходит? Буквально вечером сегодняшнего дня выходит новый дев-лог. То есть дневник разработчика. Давайте всё-таки его с вами тоже поглядим. Что же это такое интересное? Давайте поглядим с самого начала. Самое интересное, вы сейчас увидите кое-что. То, что мне очень сильно понравилось в этом дев-логе. Тайний Билл представляет. Мы опять видим того же самого соседа. Опять те же самые кадры, которые мы уже видели ранее. Hello Neighbor 2, дев-лог! Видишь, там была машина соседа. Это всё-таки разрушает ту теорию, которую я тогда строил. Помните, мы видели велосипед Квентина? Вон там вот где-то... Когда я говорил, что вот, всё-таки Квентин, скорее всего, там наблюдает за ним. Фоткает его дом. И разумеется, вот то, что мы видим, когда уезжает сосед. Это я предполагал, что это был Квентин. Ничего подобного. Квентин только едет, получается, на это задание. На этот вызов, я не знаю. А фоткал всё-таки, получается, шпион. Получается, шпион фоткал соседа. Потому что это именно тот самый момент, когда Квентин подъезжает к дому. Рэйвен Брукс, полицейский департамент. Полицейский департамент, разумеется, вороньих ручьёв. Здесь мы видим нашего любимого котика. Это уже тоже старые все кадры. Хулигана. Имбиря. Ну, имбиря зовут котика так. И ваш любимый сосед. Мистер Питерсон. Так, сжигает он костюм ворона. Не знаю зачем, откуда он вообще его взял. Надеюсь, это всё опять-таки старые кадры. Ребята, не думайте, что это что-то новое. Это мы тоже видели. Так, так, так. Hello Neighbor 2, Дэвлог. Так, эпизод 1. Что скрывает подвал? Что в подвале? Среди подвала. Смотрите, что прикольно. Они сделали Дэвлог, который ведёт у нас имбирька. Это просто прекрасно. Вон, мы его можем наблюдать. Имбирька вообще здесь просто, ну, божественная. Я не знаю, кого можно было лучше всего взять на роль именно ведущего. Конечно, имбирька лучше всего подходит. Здесь мы видим новые кадры, которых мы не видели до этого. У нас Квентин едет уже по какой-то карте к какому-то дому. Видимо, там будут какие-то расследования проводить. И там он находит соседа, который занимает своими весёлыми делами. Так, ну это мы уже всё видели. Это из старого Hello Neighbor. Ну, то есть из Alpha 1.5, Alpha 1. Это всё мы уже наблюдали. Вот нам показывают уже первый кадр геймплея. То есть мы подходим уже к дому соседа. Здесь гараж его. И всё мы это уже... Тут это то, что хотим мы увидеть, по крайней мере. Я очень сильно хотел увидеть геймплей. И это, скорее всего, уже отсылка на то, что в ближайшее время нас ждёт Alpha 2. Ну, короче, они говорят, что ваша первая миссия, которую вам сейчас нужно сделать, добавить игру в свой список желаемого в Стиме. Если вы это до сих пор не сделали, и вы являетесь фанатом Hello Neighbor, то обязательно сделайте. Заходите в Стим, находите Hello Neighbor 2, нажимаете Add to Wishlist, либо добавить в желаемое. Для того, чтобы игра больше отображалась у большего количества людей в Стиме. Ну, короче, они говорят, что самая важная штука и самая страшная и мистическая – это подвал. Короче, вся история Hello Neighbor держится на том, что находится у него в подвале. В этом городе, в большом открытом мире, есть некоторые локации, которые мы тоже можем посетить, и, разумеется, это один маленький, один большой мир, или как, один маленький мир с большими деталями, короче, и с большим количеством локаций. Короче, опять вот это вот здание, помните, которое сливали давным-давно? Мы его с вами уже обозревали, этот домик. Тоже непонятно, что это за домики такие. Это, скорее всего, и есть дом соседа, просто с другого ракурса, без гаража. Вот это тоже из трейлера, мы уже показывали. Здесь нам показывают доску, на которой все исследуют. Идет расследование какое-то, расследование, скорее всего, у Квентина, и все придет к тому, что мы будем играть в Hello Neighbor 2. Короче, все персонажи в этой игре будут с собой связаны. Нам сейчас показывают концепт арта персонажей, который будет, скорее всего, в игре. Только что я вам показывал концепты такого вот этого чувака, этого персонажа. Все-таки люди практически догадались, как это будет выглядеть. Дедок какой-то будет у нас здесь находиться. Это какой-то, видимо, мастер по каким-то, не знаю, инструментам, либо еще чему-нибудь, либо какой-то продавец, либо это вообще не настоящая утка игрушечная, и он ее сделал сам, смастерил и стоит продает где-нибудь в магазине. И это все персонажи, которые будут присутствовать в открытом мире Hello Neighbor 2. Вот что самое важное. То есть, если в первой части у нас был абсолютно мертвый мир с главной целью, это, разумеется, достичь подвала и, разумеется, узнать, что там творит сосед сам, мистер Питерсон. То здесь уже будет открытый мир, возможно, как-то интерактив будет влиять на то, что будет происходить с соседом, то, что будет происходить с его домом, то, что будут делать полицейские, и вообще на все это будет влиять. Разговоры с ними, с этими NPC, это все будет как-то взаимодействовать между собой, и мир будет казаться живым. Ну, я надеюсь, он не будет казаться, а он будет реально живым. Посмотрим на это уже в игре, но сейчас нам разработчик об этом прямо говорит. Люди будут находиться в городе. Короче, вы можете фокусироваться на основной истории игры, то есть на соседей, а можете просто путешествовать, изучать мир. Непонятно. Ну, короче, нам опять рассказывают, опять про все то же самое, что мы с вами теоризировали, ну, то есть многие люди спрашивают, а что же происходит, что же за история у этого Hello Neighbor 2, почему нам ничего не рассказывают, и все предполагают, что там были штормы, были еще какие-то разные штуки. Сейчас там, видимо, это все после уже выхода игры, это все расскажут, и там это все будет как-то взаимосвязано между собой, и все будет правильно рассказывать. Короче, вы изучаете весь мир и используете все, что у вас там есть, для того, чтобы узнать, что там находится в подвале у соседа, опять-таки, интерактируя со всеми NPC и делая все возможное. Ну, вон, нам еще одного NPC показывают, но это, ребят, скорее всего, если они и будут, это не 100%, они будут выглядеть так, они будут просто похожи на это. Видишь, какой-то огородник, я не знаю, как это называется, чели, который растет, растит репку, какая-то здоровая женщина, который пекет булки, и какой-то мужик, который, видимо, продает. Но что же скрывают эти люди? А, к примеру, этот чувак что-то скрывает, но мы вам не скажем, мы вам расскажем, что этот чувак уже в следующем эпизоде говорит. Ну, а так они говорят, подписывайтесь, ставьте лайки, и следите за новостями. Разумеется, нам так даты никто и не сказал, никто ничего такого не рассказал, сверхъестественного, потому что нам рассказали лишь какие-то мелкие детали, которые будут присутствовать в игре. Также нам не сказали, когда будет Hello Neighbor 2 Alpha 2, также нам не сказали, когда будет сама игра, потому что 2021 год, это паяние тебе растяжимое, потом скажут то, что игра не будет в 2021 году, скажут, ой, мы перенесли, простите. Такое часто бывает с играми в современном, как раз таки, геймдеве. Но посмотрим. По факту, ребята, очень интересно все равно все это. Очень интересно все реализовано, но мне больше всего понравилось, разумеется, имбирька. Имбирька очень правильный выбор в роли ведущего. По-моему, лучше, чем имбирька, кого-то выбрать в роли ведущего просто было невозможно. Ну, посмотрите. Ну, посмотрите. Ну, какая красота. Но было много новых сцен. Там эти сцены, конечно, можно поразбирать, просмотреть. Но не думаю, что мы там найдем что-то супер сверхъестественное. Мне кажется, в этих сценах там, в принципе, показывается чисто геймплей. Здесь можно увидеть вот сам город. Можно увидеть там какая-то штука непонятная. То есть, мы, по крайней мере, сейчас можем увидеть по этому скриншоту, как изменился город. То есть, мы здесь видим абсолютно не то, что видели в первой Альфе. Это абсолютно другая локация. Это вообще непонятно что и непонятно где. То есть, я ничего не понимаю, что здесь вообще происходит. Я вижу город. То есть, это нам говорит о том, что вот это место находится ближе к городу. Как вы помните, та локация, в которой происходила первая часть, мы находились далеко от города. И там действительно нужно было очень долго ехать. Может быть, это просто переделали немножко, сделали здесь 3D стиль. и по факту не увеличилось расстояние от основного города до... То есть, от Рейвенбрукс до города вот этого большого. Но, может быть, изменилось и это вообще другой город, который находится как раз-таки ближе к мегаполису, так скажем. Поэтому вот очень все интересно. Мы здесь видим вот это вот здание, там, где работает Квентин. Это, видимо, находится дом соседа здесь рядом. Я не знаю, дом ли это соседа вообще. Ну, как-то странно вообще получается, то, что дом соседа находится напротив. Получается, как и называется эта штука-то. Ну, короче, место работы Квентина. Просто напротив. Что такое? Это адекватно вообще? Возможно, как раз-таки это и повлияет на Квентина, чтобы он начал раскапывать дело соседа. То есть, чтобы он начал всунуть свой нос в дела, в которые вмешивается сосед. Потому что как-то странно они вообще расположены друг с другом рядом. Это странно. Это реально странно. Потому что мы с вами знаем то, что у соседа есть другой дом. В основном он жил там. Если он появился здесь, то это уже на момент, когда дом взорвался. Правильно? Неправильно. Потому что момент игры происходит, когда дети похищены. А если дети похищены, то что он делает в этом доме? Ой, Господи, как сложно. Как много вопросов. Да, ребята, дети похищены. Детей все еще разыскивают. Их так и не нашли. Копы приехали в тот дом, где их нет, где нет этих детей. И что к чему вообще ведет, пока что непонятно. Как же все-таки выйдут на соседа и узнают то, что он маньякич, то, что он похищает детей, тоже непонятно. Видимо, как-то шпион вместе с Квентином разберутся в этой ситуации и нам покажут, как все это закончится. Помимо этого, не стоит забывать еще о Беатрис, о которой нам ничего не говорят абсолютно. Но я так понимаю, она все-таки играбельный персонаж. Я на это очень сильно надеюсь. Возможно, они сделают основную сюжетную линию в EDLC, которую ты должен будет доплатить для того, чтобы пройти основную кампанию за Беатрис. Но это, в принципе, будет вполне тоже нормально. Будет ли они так делать, пока что непонятно. В общем, интересно все, но опять-таки вопросов меньше не стало. Самый главный вопрос, когда Hello Neighbor 2 Alpha 2. Ждем. Я могу вам только рассказать, чтобы выкрепились, добавляли вишлист в данную игру и ждали новой информации от меня и от разработчика. С вами был Лекс, это была игра Hello Neighbor 2. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии, не забывайте подписаться в паблике в контакте, ссылку в описании. И в шапке канала. Всем добра.